Приветствую вас, друзья! Это видео мы начнем с текста, который автор уже представлял. Данный текст очень сильно не нравится представителям страны-оккупанта. Читая данный текст, эти самые представители упирают на авторство данного текста. Между тем, данный текст прошел все круги ада царской цензуры и не был найден в то время неверным. Давайте мы с вами еще раз прочитаем данный текст, просто для того, чтобы освежить его в памяти. С конца XIV века и по настоящее время, то есть по XIX век, область, занимаемая полянами, то есть, грубо говоря, Киев, стала именоваться Украиной, а жители ея украинцами. То есть, текст XIX века, прошедший царскую цензуру, утверждает, что Украина существовала с XIV и как минимум по время написания данного текста, то есть по XIX век. Данный текст утверждает, что жители Украины в XIV веке назывались украинцами. Далее такое. Ныне, то есть в XIX веке, это название оказывается далеко распространенным на восток, запад и юг по обе стороны Днепра. То есть, на всю область бывшей казачины и на соседней земли, занятой я прежде кочевыми народами. Слово «Украина» имеет в народном языке и нарицательное значение в смысле характеристики края, состоящего из широких ровных полей с небольшими перелисками. К украинцам, как уже было замечено выше, относятся также настоящие степовые ки жители степей, в скобках степи, то есть Херсонской, Екатеринославской, Южной части Полтавской, Харьковской, части Курской и Воронежских губерний. Как вы помните, на всех, без исключения, этнографических картах XIX и начала XX века, Белгородская область Российской Федерации, Курская и Воронежские области указываются, что в них, или по крайней мере на большей их части, говорят по-украински, что лишний раз подтверждает этот самый текст. Из этого текста мы узнали, что в XIX веке на имперской территории было распространено мнение, что Украина появилась в XIV веке, и в этом же веке жители Украины назывались украинцами. И это главное, что надо запомнить в этом тексте. Данное утверждение крайне не нравится представителям страны-оккупанта, и они упирают на то, что, мол, им не нравится автор данного текста, и он для них не является авторитетом. Тогда мы представим текст, который, безусловно, будет являться авторитетным в глазах. Кстати, слово «глаз» произошло от слова «глазки», то есть «стекляшки». Так вот, в стекляшках народонаселения сопредельной территории автор данного текста, безусловно, вызовет почет и уважение, и не будет поддаваться обструкции. Давайте мы с вами прочитаем текст, который, как вы уже поняли, принадлежит Перу Андрея Яковлевича Хилкова. Ну, или Хилкова. Автор просто напомнит, что данный текст был обработан выдающимся историком того времени Миллером, безусловно, прошел жесточайшую цензуру Екатерины II, ибо в ее время ничего подобного без ее разрешения никто напечатать не мог. Был один такой герой некто Новиков, который за свое самоуправство был посажен на Цугундер. Что гласит данный текст? Читаем. Здесь примечать должно, что московский народ не от Москвы-города, как римляне от Рима, как некоторые думают, назван. Но Москва-город от родоначальника Русскаго, от Масоха. Заня она в старину от князей русских, тех, которые, конечно, от Масоховой крови, бесперерывное наследство вели. Здесь говорится о том, что московиты XVIII века были абсолютно уверены, что их родоначальником был внук Ноя Масох. Кстати, могила Ноя находится на территории современного Азербайджана. Далее текст гласит. Заня князя русские, от Масоха произошедшие с окрестными своими неприятелями, которых сильных от юга и запада всегда имели, забавны будучи и больше около тех мест, где Киев и Украина держался. А потом, как из Рюриковой крови, происшедшим почато было даваться в удел Московское княжение и через Великаго князя Даниила Александровича, престол туда из Владимира, перенесся. Как вы сами видите, московиты, коренные исконные московиты, то есть так называемые русские, XVIII века утверждали, что с времен древних земли киевские назывались Украиной. Автор обращает внимание, не во времена века XVIII, что уже могло бы вызвать расстройство пищеварительной системы у народонаселения сопредельной территории, здесь все гораздо хуже. Данный текст утверждает, что в древности Киев, земли киевские, назывались Украиной. Слово Украина здесь написано точно так же, как и слово Киев с большой буквы. Автор привел для вас два текста XVIII и XIX веков, которые утверждали, что Украина и украинцы существовали как минимум в XIV веке. А как всем известно, в XIV веке никаких так называемых русских точно не было. Это даже не опровергает историография самой Забордюрщины. Можете не сомневаться, что это не единственные тексты, которые утверждают, что Украина и украинцы известны миру с XIV века как минимум. Какой вывод мы с вами можем сделать из данного видео? По мнению автора, вывод глазовидно прост. Слово, термин Украина – это древнее славянское слово, значение которого представители финно-угорских земель не понимают до сих пор. Слово, термин Украина, по утверждению текстов XVIII и XIX веков, существовало как минимум с XIV века. И, соответственно, с XIV века существовали и сами украинцы. А отсюда понятно, что существовал и украинский язык. То есть, украинский язык существовал еще тогда, когда финно-угорское население финно-угорских земель Волга-Окского Междуречья еще не то, что не выучило, оно еще даже не слышало о языке славянском. В XIV веке народонаселение Волга-Окского Междуречья еще не знало, что ему предстоит пройти долгий путь, сначала выучив язык тюркский, а после этого выучив язык болгарский, который они по своему незнанию назовут языком ру-эсэски. На этом позвольте закончить данное видео, оставляйте свои комментарии, если вам интересно, подписывайтесь на канал автора, а по возможности и на патреон автора. Всего вам доброго, друзья!